Всем привет! Сегодня мы начнем изучать маски в мохо. На эту тему будет два урока. В первом мы охватим основы, а во втором научимся строить сложные маски используя референсные слои. Итак, перейдем к основам. Маска – это информация о том, где изображение прозрачное, а где нет. Если вы работали в других графических пакетах, то знаете, что зачастую маски хранятся в виде черно-белого изображения. Черный цвет означает полностью прозрачные пиксели, а белый – полностью непрозрачные. В общем, чем маска темнее, тем пиксели прозрачнее. И наоборот. Этот пример нам пригодится для понимания масок в мохо. Давайте поставим себе парочку задач. У нас есть два слоя – прямоугольник и круг. Круг будет выполнять роль маски. Задача номер один. Нам нужно вырезать в прямоугольнике отверстие по форме круга. Задача номер два. Отрезать прямоугольник там, где он выходит за пределы круга. Обратите внимание, маскирование всегда проходит в группе или скелете. Создадим группу и поместим слои в нее. И запомните, что слой маски должен быть размещен ниже маскируемого слоя. Чтобы решить первую задачу, нам нужно выделить группу, открыть ее свойства, перейти на вкладку «Маскинг» и нажать на опцию «Review all». Таким образом, мы указали, что в этой группе все будет оставаться видимым, пока мы не вырежем что-то маской. Далее откроем свойства круга, перейдем к настройкам маски и выберем опцию «Subtract from Mask». Это означает, что данный слой будет маскировать другие слои и при этом сам останется невидимым. Поздравляю, первая задача решена. Вот так бы смотрелась маска, если бы она отображалась в виде черно-белого изображения. Чтобы решить вторую задачу, нужно переделать нашу конструкцию. Сперва откроем настройки маски для группы и изменим опцию на «Hide all». Это означает, что в этой группе по умолчанию все спрятано. И нам нужно указать маской, что должно отображаться. Для этого нам нужно изменить настройки нашей маски. Кстати, это можно также сделать, используя контекстное меню. Выберем «Add to Mask». Поздравляю, мы решили вторую задачу. Вот так будет смотреться маска в виде черно-белого изображения. Теперь давайте рассмотрим опцию «Add to Mask, but keep invisible». Это означает, что слой маски будет невидимым. На первый взгляд ничего не изменилось, однако разница есть. Чтобы ее увидеть, давайте сделаем наш прямоугольник прозрачным. Если мы изменим настройки маски обратно на «Add to Mask», под маскируемым слоем будет видно маску. Маску можно комбинировать из нескольких слоев путем добавления, используя опцию «Add to Mask» и удаление, используя «Subtract from Mask». Давайте создадим два новых слоя. Один добавим к маске, а второй удалим из маски. Как видите, можно сооружать достаточно сложные конструкции. А сейчас давайте представим, что в этой конструкции должен быть еще один слой с прямоугольником, для которого нужна новая маска. Но при этом мы должны оставаться в пределах этой группы. Создадим новый слой с маской. Для таких ситуаций есть опция «Clear the Mask, then add this layer to it». Это означает, что начиная с текущего слоя, маска очищается, и в нее добавляется данный слой. Для всех слоев, что находится выше текущего, будет действовать новая маска. Но на слое ниже по-прежнему действует предыдущая. Иными словами, в одной группе может быть конструкция из нескольких комбинированных масок. Зачем это нужно, я расскажу во втором видео на эту тему. Если слой не должен маскироваться, поставьте на нем опцию «Don't mask this layer». Опция «Exclude stroke» позволяет отрисовывать контур маски поверх маскируемого слоя. Но в некоторых случаях использования этой опции на рендере могут появляться артефакты. Опция «Expand mask by a pixel» является заплаткой на этот случай, но, увы, неэффективной. Растровые слои тоже могут быть масками, и это позволяет создавать различные эффекты. В следующем уроке о масках мы перейдем к более сложным конструкциям с более продвинутыми примерами. А на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока!